В Министерстве транспорта намерены начать проверку строений рядом с аэродромами. В случае, если они появились там незаконно, здание снесут. Этот вопрос сегодня обсудили на совещании. Правда, как будут устраняться препятствия в виде жилых и нежилых строений, пока непонятно. Что ждет эти объекты? Будут ли выплачивать компенсацию в случае сноса, узнавала Эльмира Ержанова. Костанае. В Крушении погибли 12, пострадали 67 человек. Позже представители авиакомпании заявляли, что если бы не сооружение, жертв могло бы и не быть. Авиационный эксперт Абыл Кикельбаев уверен, что по сей день при аэродромной территории трудно назвать безопасными. Ведь вопрос таки остался нерешенным. Нету органа, который бы контролировал эти препятствия. Аэропорты в своей зоне ответственности. Акиматы в своей зоне ответственности. Но выдачу разрешений по соответствии с этим постановлением правительства, которое сейчас действует, должен был выдавать комитет гражданской авиации. Они самоустранились от этого вопроса, потому что я считаю, что или нету компетентных людей, или они понимали, что они бессильны в этом вопросе. А в Акиматах они даже представления не имеют, как обеспечить эти требования. По словам экспертов, критическая ситуация с незаконной застройкой наблюдается в Алматы-Шимкенте от РАО Актубе-Усть-Каменогорске. В Актубе, к примеру, речь идет даже не о частных строениях, а о целом микрорайоне, жители которого не разы отмечали о том, что самолеты пролетают буквально над крышами многоэтажных домов. Я думаю, что это недоработка и центральных органов, и полномочных органов по авиации, и в том числе местных Акиматов. То есть они по незнанию выдают разрешение на строительство, не понимая, что нужно согласовывать. Или это идет сознательно. Ну, я не знаю, тут много вопросов, возможно, и коррупционные составляющие. Но зона аэропорта должна быть очищена и безопасна, как для тех граждан, которые находятся на земле, и тех пассажиров, которые летят самолеты. Что касается частных домов вблизи аэродромов, если некоторые из закона построили дома, живут в них, то, по словам авиаэксперта Абулла Кикельбаева, вопрос также недоработан. Если человек легализовал это здание, он имеет все документы на руках, то тогда должно быть решение соответствующего суда о том, что это... и кто этими вопросами сейчас занимается. Никто. В законном порядке обращаться за компенсацией, то есть повод отложить эту компенсацию, потому что эти правила дорабатываются. Сколько они будут дорабатываться, непонятно. И вот по компенсации у нас не было еще ни одного случая, когда кому-либо компенсировали какой-либо объект, который влияет на безопасность полетов. Перенос зданий аэропортов будет стоить бюджету несколько десятков миллиардов тенге, поэтому пока делать этого на местах не собираются. По правилам в радиусе 30 километров от аэродрома не должно быть никаких строений. К сожалению, в нашей стране этот жизненно важный момент упущен. Эльмира Эржанова, Азамат Кубигянов, Инфорум-бюро, Актубе.